Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях заместитель управляющего отделения социального фонда России по Рязанской области Ирина Шитова. Здравствуйте! Здравствуйте! Начнем с такого, наверное, необычного вопроса, но иногда появляются публикации, что в 2023 году никто из рязанцев не выйдет на пенсию. Так ли это и насколько эта ситуация правдива-неправдива? Как это будет работать? Это работает следующим образом. С 2019 года в России начался переходный период поэтапный по увеличению пенсионного возраста. С 2019 года был увеличен пенсионный возраст на полгода. Это право у граждан возникло. И в 2019-2020 году получается, что возраст увеличился именно на это количество месяцев. В 2021-2022 выход на пенсию приобрели граждане, соответственно, достигшие возраста уже женщины 56,5 лет и мужчины 61 год и 6 месяцев. То есть на полтора года был увеличен возраст. И, соответственно, к 2023 году мы вышли в периоду, когда не идет уже такое минимальное значение увеличения этого периода, а уже идет в рамках четкого исполнения законодательства без переходных, как бы таких этапов льготных. Это на год. То есть фактически в 2024 году у нас пойдут на пенсию женщины при достижении возраста 58 лет и мужчины при достижении возраста 63 лет. В 2023 году продолжают назначаться другие виды страховых пенсий, а их несколько как бы видов. Страховая пенсия по старости, досрочно устанавливаемая гражданам. Пенсия по инвалидности, когда гражданин признается инвалидом. Пенсия по случаю потери кормильца. В случае смерти одного или двух родителей устанавливается пенсия детям. И, соответственно, целый ряд социальных, государственных пенсий в рамках закона о государственном пенсионном обеспечении. Если отметить категорию досрочного пенсионного обеспечения, кто же имеет право на досрочный выход? Это, конечно, многодетные мамы, которые воспитали 5 и более детей. Также в рамках нового законодательства право на досрочный выход на пенсию приобретают мамы, которые имеют трех детей, четырех детей. Соответственно, возраст выхода на пенсию у данной категории граждан – это 57 лет и, соответственно, 56 лет. Раньше они выходят на пенсию. Для того, чтобы определить право на данный вид досрочного пенсионного обеспечения, необходимо соответствовать нескольким условиям. Женщина должна воспитать детей до 8 лет, иметь страховой стаж не менее 15 лет и необходимую величину индивидуальных пенсионных коэффициентов. Следующий вид пенсионного обеспечения, который граждане реализуют в 2023 году – это работа в тяжелых и опасных условиях труда. Это списки номер 1, список номер 2. Назначается пенсия досрочно в рамках прежнего законодательства. По списку 1 может быть назначена пенсия женщине в 45 лет, мужчине в 50 лет. По списку 2 – в 50 лет женщине, в 55 лет мужчине. Также следующая категория досрочников – это матери, отцы, инвалидов детства. То есть мамам устанавливается пенсия при достижении возраста 50 лет, отцам при достижении возраста 55 лет. Тоже необходимые требования – это 15 лет страхового стажа и воспитание ребенка до 8 лет и необходимая величина индивидуального пенсионного коэффициента. И иные виды социальных и государственных пенсий, таких, например, как социальная пенсия. В случае, если гражданин не имеет совсем стажа, она назначается чуть позже, она назначается на 5 лет позже общепринятого возраста. И государственная пенсия по старости на территории нашего региона может быть установлена гражданам, которые проживают в 4-й зоне ЧАЭС. В зоне с льготно-социально-экономическим статусом остался прежний возраст выхода на пенсию, а максимальное снижение возраста может быть предусмотрено на 3 года. То есть женщина может уйти в 52 года на пенсию и мужчина в 57 лет. Это максимальное такое снижение. Ну и иные виды пенсионного обеспечения тоже досрочного. В этом году мы реализуем. То есть все-таки есть список людей, которые выходят на пенсию в этом году, просто их статистически ниже, чем в другие года? Да, да. Такой вопрос. А если человек не работал или имеет минимальный трудовой стаж, что тогда его ждет? Как он выйдет на пенсию? В случае, если гражданин не выработал необходимого страхового стажа, либо не заработал определенную величину индивидуального пенсионного коэффициента, такому гражданину устанавливается социальная пенсия по старости. Она устанавливается позднее возраста общепринятого на 5 лет, но с учетом переходных положений законодательства 400-го закона о страховых пенсиях. Так, в 2024 году, в случае, если женщина не имеет стажа и заработка, соответственно, мужчина, если не соответствует этим условиям, пенсия будет установлена. Женщина выйдет на пенсию в 63 года, а мужчина выйдет на пенсию в 68 лет. Куда человеку обращаться, если он понимает, что уже пора получать пенсию по старости? Куда ему обращаться? Куда к нему идти? Граждане заблаговременно должны позаботиться о своих пенсионных правах. Фактически, социальный фонд уже проявил одностороннюю инициативу. Сейчас информируются граждане о предполагаемом размере пенсии. Это женщина с 40 лет, мужчина с 45 лет. Раз в три года такое уведомление приходит в личный кабинет на портал государственных услуг. И гражданин, соответственно, ознакомившись с этим уведомлением, в котором содержится сумма заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов, может уже определить, какой размер пенсии сложится на текущий момент. Также в случае необходимости и наличия каких-то вопросов граждане могут, обратившись через личный кабинет на портале государственных услуг, заказать выписку из индивидуального счета застрахованного лица, в которой в полной мере можно посмотреть заработанные пенсионные права. Это и страховой стаж, и уровень заработка, с которого отчислялись взносы в социальный фонд. Это и величину индивидуального пенсионного коэффициента, посчитанного уже общим итогом. И в случае, если какие-то периоды страхового стажа не учтены, то необходимо обратиться в социальный фонд за дополнением лицевого счета, так называемой корректировкой индивидуального лицевого счета. Можно самостоятельно представить документы. Если у граждан нет документов, то социальный фонд самостоятельно запросит все эти сведения при обращении гражданина. И фактически на момент выхода на пенсию все пенсионные права уже будут учтены, если гражданин будет проявлять еще дополнительно свою инициативу. Если осталось уже как бы два года и год до установления пенсии, то в принципе нужно поторопиться, получить учетную запись на портале госуслуг, как я уже отметила, посмотреть выписку. Если возникают вопросы, то лучше сразу получить консультацию в клиентской службе социального фонда у специалиста, который более четко расскажет, какие пенсионные права заработаны, какие необходимо предпринять действия со стороны гражданина, либо самостоятельно уже сделать запрос в определенную организацию для подтверждения периодов. И по выходу на пенсию фактически все уже будет учтено. И тогда гражданин может просто согласиться с установлением пенсии. То есть придет уведомление также в личный кабинет, что гражданину положена пенсия. Гражданин дает согласие и в автоматизированном режиме устанавливается пенсия. Через три часа уже размер пенсии отправляется в личный кабинет, и гражданин уже более спокойно ожидает выплаты. Фактически за назначением пенсии можно обратиться и в социальный фонд, в клиентскую службу, как я уже говорила, где и получают все консультации, через многофункциональный центр. Но большая часть граждан пользуются сервисами, это порталом, госуслуг, направляют электронные заявления, как говорится, не выходя из дома. Тогда такой вопрос. Ведь проходит индексация пенсии по достижении 80 лет. Как это работает? При достижении возраста 80 лет размер пенсии увеличивается. То есть не индексация проходит, а увеличение. Повышается фиксированный выплат к страховой пенсии, который финансируется как бы с федерального бюджета. С даты достижения возраста гражданина 80 лет размер пенсии увеличивается на текущий момент на 7567 рублей. В социальный фонд обращаться не нужно самостоятельно. Будет произведен такой перерасчет, и как бы гражданин уже после достижения возраста получит увеличенный размер пенсии. Также при достижении возраста, в случае если за престарелым гражданином кто-то осуществляет уход, это не обязательно родственник, можно оформить эту надбавку на уход в размере 1200. То есть то лицо, которое ухаживает, пишет заявление о том, что он ухаживает за престарелым гражданином, а престарелый гражданин как бы дает согласие на этот уход. Вот это трудоспособное лицо должно соответствовать нескольким критериям. Оно не должно работать, не находиться в службе занятости на учете, то есть не получать пособие по безработице и не получать пенсию. Вот в данном случае, если такое лицо как бы осуществляет уход, тогда к пенсии будет еще дополнительно установлена вот эта компенсационная выплата 1200, которая выплачивается вместе с размером пенсии нетрудоспособного гражданина. Мы вот с вами поговорили о людях, которым 80 лет, у которых пенсия увеличится. А вот если говорить о людях, которые сейчас еще работают, как им повлиять на размер своей будущей пенсии, что им для этого нужно сделать? Те граждане, которые работают, еще не являются пенсионерами, фактически им нужно работать и работать именно с зарплатой без конверта, то есть без серой зарплаты. Фактически вся сумма страховых износов будет отражена на индивидуальном лицевом счете, и соответственно будет увеличиваться величина индивидуального пенсионного коэффициента. А раз это как бы самый значимый показатель, соответственно зарплата и страховой стаж будут определять размер будущей пенсии. Вот как раз-таки про эти пенсионные коэффициенты, чтобы узнать, сколько их на данный момент, чтобы узнать, да, как выстроить свою стратегию дальше, как, куда можно обратиться и где все это можно посмотреть. В начале своей трудовой деятельности каждое застрахованное лицо уже должно понимать, что необходимо все-таки заботиться о пенсии заранее. Фактически гражданин ежегодно. В принципе, можно более часто просматривать индивидуальный лицевой счет, это опять же на портале государственных услуг заказать выписку из индивидуального лицевого счета, где можно отслеживать взносы, которые отчисляет страхователь и просматривать величину индивидуального пенсионного коэффициента. На текущий момент граждане этим пользуются, вопросы возникают, обращаются в клиентские службы социального фонда за разъяснением, каким образом складывается этот коэффициент и дополняют как раз лицевой счет другими периодами, которые не связаны с трудовой деятельностью, так называемые нестраховые периоды. Например, если молодой человек отслужил службу в армии, за это государство тоже компенсирует за каждый год службу 1,8 индивидуальных пенсионного коэффициента. Соответственно, у гражданина имеется право дополнить лицевой счет периодами службы. Также можно дополнить лицевой счет в случае, если женщина, например, ухаживала за ребенком до полутора лет. То же самое, представив свидетельство о рождении или написав заявление о дату рождения ребенка, также дополнить лицевой счет. За каждый период год ухода условный лицевой счет или капитал пополнится на 1,8 индивидуальных пенсионных коэффициента. И в случае, если гражданин ухаживает за престарелым, вот нетрудоспособным, например, достигшим возраста 80 лет или инвалидом первой группы, тоже за каждый год такого хода на лицевом счете отражается величина индивидуального пенсионного коэффициента 1,8. Мы с вами обсудили всего такой, наверное, небольшой кусочек огромной темы. Куда обращаться тем телезрителям, у которых остались вопросы после нашей передачи? Куда они могут обратиться? То есть там по телефону или, может быть, на сайт? Обратиться можно по телефону колл-центра регионального 8 800 300 0201. Оператор может дать консультацию по различным тематикам, по вопросам, связанным по тем вопросам, которые входят в компетенцию социального фонда, не только по пенсионным вопросам. В случае, если у гражданина имеется кодовое слово, то есть он приходил в клиентскую службу социального фонда и изъявлял когда-то желание получить кодовое слово для получения персональной информации о социально-пенсионном обеспечении, то по кодовому слову, может быть, эта информация представлена, которая касается конкретного гражданина, если вот это право было как бы зафиксировано. Также можно получить консультацию у специалиста, у консультанта нашего в клиентской службе. Ну и, в принципе, много вопросов на сайте социального фонда. Постоянно они обновляются, публикуются, можно следить за рубриками, быть всегда в теме. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.